Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин Сегодня интересная тема лекции Ведерога Следующая энергия сжата в груди, в грудной полости, в грудной клетке И человек не может ни вдохнуть, ни выдохнуть Он, знаете, как бочонок наполненный При котором не может не расслабиться И при этом у него дыхание короткое Вот, ему очень тяжело Почему? Ну, потому что нарушен ритм дыхания Это раз Второе, нужно знать, уважаемые зрители, что диафрагма Это центр контроля и управления человеческим организмом Практически в диафрагме Собраны все органы Кроме мочевого пузыря Мы уже в одной из лекций говорили, кто внимательно слушает наши лекции Потому, если диафрагма блокируется Если энергия там скапливается То человеку необходимо знать, откуда приходит эта избыточная энергия Либо недостаточная энергия, которая и провоцирует вас на такое состояние Это может быть бронхит в запущенной форме Это может частенько воспаляться поджелудочная железа с желудком Это может быть воспаление печени и почек Это может воспаляться сердце Здесь мы подчеркиваем не только органы, но и те меридианы Вот представьте меридиан, который контролирует грудную клетку печени Если он воспалится Вот я вам покажу, что контролирует меридиан печени Вот представьте, данный меридиан воспаляется То есть энергия, что сразу занимает здесь место свое И начинает, что контрольные действия, которые подвластны только энергии Под контролем матушки природы И у человека получается спазм Он думает, что это сердце, это не сердце Он думает, что это легкие, это не легкие Он думает, что это бронхит, это не бронхит Он думает, что желудок воспалится Нет, не желудок Это что? Это избыточная энергия, либо недостаточная энергия Вот так вот проявляется сжатием в груди И увы, человек ничего поделать не может До тех пор, пока миссион не расслабится Как бы здесь кощунственно это слово звучит Как можно при болезни расслабиться Нужно стараться, это очень тяжело, но это реально Но это получится только у тех людей, которые практикуют дыхание и расслабление, а не напряжение Почему? Потому что наша жизнь всегда нас напрягает, а не расслабляет, если так мы скажем Чем может помочь акупунтура? Здесь нужно провести диагностику 12 меридианов И увидите, если все меридианы воспаленные, их нужно снимать с них потенциал избыточной энергии Как всегда традиционно, G4E36, точка обязательно при избыточном состоянии энергии Для чего? Для того, чтобы энергию разблокировать в этой области, дать человеку вдохнуть и выдохнуть И также в помощь точка ВС17, Таньчжун Точно так же, энергия может не поступать в данную область В следствии чего? Из-за этого, что область, либо органы возмущаются И они блокируют человека и показывают этой болезни, что, уважаемый, обрати внимание не только то, что ты ешь химию и препараты медицинские Но в каком состоянии еще тонкий мир? Увы, многие люди на это вообще не обращают внимания Приехала скорая, сделала, там укол расслабила, там горячий укол сделали, ой, ну расслабила Все хорошо, доживем до утра, а там, а там как это Диагностика 12 меридианов вам в помощь, почему? Потому что они все простираются вот в этой вот области Ну и, конечно, традиционно простирается здесь меридиан передней средины, который относится к чудесным меридианам Если избыток 12 меридианов порождает избыточную энергию, то она также проявляется в чудесных меридианах И данная точка, что расслабит не только инскую и янскую энергию, но и чудесные меридианы В следствии чего, что грудь расслабится, диафрагма расслабится, центр контроля и управления организмом Что станет свободно вдыхать и выдыхать энергию ЦИ, которая же и управляет и контролирует нашим всем организмом в целом Поэтому данная информация вам в помощь Здесь не следует искать болезни, когда сжимается энергия в груди Здесь следует искать состояние той энергии, которая и управляет этими болезнями Спасибо за внимание